здравствуйте видео ведется на банорамную камеру 360 градусов можете смотреть во все стороны вверх вниз влево вправо на мобильном устройстве можете управлять гироскопом если такая функция не поддерживается сейчас именно мы едем по поселку солоники если такая функция не поддерживается то водите по экрану пальчиком и видео прокручивается во все стороны если вы смотрите на компьютере то зажимаете левую кнопку мыши и также видео вращается во все стороны для наилучшей четкости видео что на компьютере что на телефоне на планшете нужно настройках youtube установить 4k и видео будет максимально четко которое youtube поддерживает для панорамных камер экстренный выпуск позвонили сказали что пришли ёжики кушать еду рыжика сейчас мы вам покажем 1 ёжика все стоп 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 близко не подходи сейчас покажем первых ёжиков стоп стоп а это то светлее получается да он цвета боится но могу сита ничего не сможем записать когда пошел по тумбочку он там живет по тумбочке а потом ночью есть не у дети я не знаю я он один пришел а потом может привести детей итак сегодня у нас хочется сегодня у нас 14 мая сейчас мы едем в лазаревскую за продуктами но за продуктами и чем-то еще проедем сегодня возле книжного магазина посмотрим открылся ли книжный магазин пользователь дмитрий из волгограда еще месяц назад проспонсировал для рыбака книжку мапасан мой милый друг но вдруг случился вдруг случилась самоизоляция и книжные магазины закрылись мы все никак и не вознаградим нашего рыбака чудесной книжкой и так мы уже проехали поселок слоняки едем такое мини расстояние между слоняками лазаревской нету таблички сейчас буквально через пару поворотов вы увидите табличку лазаревская и также увидите въезд на территорию санатория одиссея лазаревская на новый год джозефина выиграла в инстаграме у них приз сутки пребывания сутки пребывания в вот видите кстати табличка лазаревская сейчас мы въезжаем в лазаревская вот табличка лазаревская выиграла приз сутки проживания в санатории одиссея хотим вам сделать обзор но они сказали начале мая но тогда еще не было на новый год у нас не было карантина и скорее всего они откроются вот санаторий одиссея в лазаревском полиция у нас работает дпс смотрим какие-то машина она тормозит вот непосредственно проезжаем въезд в одиссея лазаревская за забором то все территория одиссея лазаревского и также тут у нас есть церковь сейчас вы увидите церковь или храма я не знаю ну вот золотой вы если вы видели купол то тут церковь или храм что-то тут и есть такое и так начале мая мы должны были там побывать но все из-за карантина перенеслось менеджер сказал что как только наладится мы обязательно с вами свяжемся и также часу мы от одиссея буквально их не пляж находится не напротив самого санатория а вот именно здесь находится пляж санатория одиссея именно здесь пляж и ресторан веранда и так мы сейчас едем сейчас по лазаревской с правой стороны у нас дом отдыха колос дом отдыха колос все закрыто у нас и еще какой-то час будет тоже дом отдыха сейчас я узнал санаторий лазаревская участвует территория санатория лазаревского также перед мостом через реку псизоопсе есть озеро дивное и рядом с озером дивным есть турбаз одноименная озеро дивная есть какая-то турбаза которая между озером и железной дорогой кто-то попросил сделать обзор я его обязательно сделаю когда снимут карантин вот мы попали на красный свет светофора так все вы спрашиваете ну многие я привы провожу прямые эфиры периодически в чем это кважей вас на все основные вопросы чё там с карантином как у нас вообще погода как у нас самоизоляция рассказываю что рассказываю сейчас колесо в лазаревской колесо обозрения в лазаревской не светится парке у нас закрыты обещали до 18 числа теперь перенесли до 23 мая парки и пляжи нельзя выходить на план на парке и на пляже по лазаревским пляжам ходит днем полиция смотрит чтобы люди там особо они собирались сейчас вот мы проезжаем через реку псизоопсе вы сами видите как ходят люди как по ездят машины еще парке у нас закрытые пляжи закрыты кафе тоже все закрыты но люди стали ходить намного больше машины ездят машины тоже едет вы сами можете это все проанализировать заправки работают кафе закрыты отдыхающих нет что будет у нас а говорят с 1 июня начнут работать все санатории которые успели переоборудоваться для нашего карантина или самоизоляции не знаю что в номере должен жить один человек если он не семья может жить вся вместе а если санатория не знаю еще пускают разве двух разных людей в один номер но в номере если вы не семья то должен жить только один человек если семья вы можете вся семья жить в одном номере в санаториях также за столом вы должны также если вы не семья то кушать человека один нельзя двум разным людям кушать за одним столом также должно нужно соблюдать дистанцию автобусах ездить по одному человеку на лавку это как бы вообще какая-то жесть у нас будет но также также самоизоляция самоизоляция вроде бы полиция ходит но никому особо не пристает я был по работе в сочи был в олимпийском парке никак никакая росгвардия особо моему проходу нигде не мешало хотя я шел правда один не с кем-то там один как бы кучка мы не тусовались и что хочу сказать есть слышал я что у кого-то знакомых кто-то чей-то муж решил выйти во двор ну пятиэтажного дома выйти попить пиво и оштрафовали на 15 тысяч рублей за то что во дворе не самой самоизолировался во дворе решил попить пиво и также в интернете ходит ролик то что кто-то снимает на телефон люди на пляже лежат супруга мне на ватсап присылала люди на пляже сидят и вдруг они все стали и побежали и видно что потом подходит там комментируете комментирую то что подходят казаки а на пляже уже никого нету как бы человек 30 на пляже есть я не все взяли в дружно убегает там еще включили такую музычку из фильма какой фильм был скажи погоня погоня это забыл такой старый кино типа белый солнце пустыне из этой оперы включили такую музычку и люди как раз убегает подходит казаки а людей на пляже нет особо некого штрафовать также у меня есть друг живет в хосте говорит гамбургерные работают где делают гамбургеры работают но на вынос вы можете взять там внутри не сидеть взять на пляже сесть но также казаки и росгвардия ходит по пляжам и всех гоняет чтобы на пляжах никто не тусовался вот смотрим дальше сейчас мы едем уже по переулку павлова как вы заметили и еще что-нибудь вам расскажем течение этого ролика подписываемся на канал ставим лайк пишем комментарии смотрим дальше итак мы сейчас идем с вами по улице победы подходим к дому книги и что мы видим дом книги на улице победы закрыт все закрыт закрыт реально закрыт режим работы магазин закрыт номер телефона свет горит так сейчас мы позвоним по телефон так сейчас мы проезжаем вы видите жека семейный как раз я брал интервью у кириенко михаила который непосредственно разработал разрабатывал фасады у этого у этого жека семейного мы едем по улице колораж вперед и также хотел вам сказать что рыбак мне подарит он на новый год если вы смотрите мой канал подарил удочку саму удочку а еще он скоро мне подарит катушку которая нужно на улове удочку леску и крючки с грузилом и вы в конце мая увидите ролик как я в первый раз ловлю ставриду на каяке вместе с рыбаком подписываемся на канал ставим лайк и все 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 так все таки может быть все и получится сейчас мы все с вами узнаем и так действительно сейчас мы ездили на лыд на рынок по улице колораж называется тащан перед рынком стоит охранник и не пускает никого у кого нету маски хотя многие продавцы или без маски или маски у них на нужду до носа на самом рынке но непосредственно в сам рынок вы не можете зайти если на вашем лице нету маски как бы все работает и также мы были перед магазина марка в магазине династии перед кассиром большая прозрачная пленка и видно можно деньги просунуть только там 20 сантиметров от стола перед кассиром большая большая пленка что что он защищен от всех от коронавируса большой пленкой также в лазаревской магнит сейчас который мы будем проезжать который на уходится на улице колораж рядом с либо завода магнит семейный в лазаревской сейчас там проводится ремонт и он только откроется в конце мая начало июня там заливают новые полы где-то на стенах кулинарном отделе там я видел что кладут новую плитку там новое оборудование устанавливают и мы зашли в него один раз во время ремонта половина магазина работает половина не работает товара стала меньше вот именно про этот магнит сейчас говорю вы смотрите направо чем заворачиваем а на работу заворачиваем магнит семейный у него даже поменялся вы видите фасад но до конца мая в этот магнит никому не рекомендую мы не будем него ездить мы непосредственно будем ездить в магнит тот который находится на заправке напротив заправки роснефть в лазаревском возле реки псизопсия видишь у него болезнь вот паркуемся смотрим дальше попросили подождать несколько минут сейчас найдут если есть то мы обязательно сделаем подарок дмитрий из города волгоград сделает подарок для рыбака и сейчас если он будет то вы увидите за одно вручение этой книги всеми нашему любимому рыбаку из чем это кладжи и так именно мапасан мой бил вдруг не было но дмитрий из города волгоград передает подарок рыбаку мапасан мон ореоль и бесполезная красота приобрел две книжки все-таки в закрытом магазине можно приобрести книжки если вы знаете точно какие вы хотите книги то можно их приобрести сейчас вы увидите вручение этих книг рыбаку чем-то кваджи вообще какой-то центр вселенной то нам новые провода ставят электрические столбы буря дырки то у нас ходят проверяют этот геодезисты высоты стреляют где какие вроде бы как бы ливневки ставить теперь приехала машина буровая что-то будет тут у нас работы ведутся прям полным ходом чем это кваджи поселки которому нету газа поселки в котором ну конечно на центр вселенной но из коммуникации у нас только электричество вода у нас совместная азианская скважина на поселке как бы внутригородская внутри поселковая она не относится городской воде у нас из коммуникации только свет и вывоз мусора как бы больше у нас из городских коммуникаций больше ничего нет а работы ведутся колоссальные не знаю вообще сейчас мы поднимаемся поднимаемся к нашему гостевому дому сейчас мы заодно позовем рыбака вручим ему посылку которую передал дмитрий балабан с города где стоит родина мать волгоград сейчас мы встретим рыбака и узнаем маш где юрка зови юрку сейчас мы зовем юрку ставлю давай ждем праздничное вручение проходить какие-то тут горелки железные у нас тут мини кафе на три столика сейчас продание сезон сейчас ждем так иди сюда вот рыбак так тебе дмитрий с города волгоград передает посылку мапасана сейчас мы чуть идешь вот дмитрий с города волгоград передаете посылку как называется монтариоль бесполезная красота значит получил я две книжки две книги монтариоль и бесполезная красота буду читать чем я сегодня занимался пойдемте покажу я собрал камушки и приклеил вот сюда вот так ты спасибо скажешь хоть да спасибо большое спасибо большое если он вдруг приедет и дашь ему каяк покатит покататься дам какой желтый или зеленый желтый хорошо а я дам оранжевый сегодня я собрал вот камушки собрал камушки и на плиточный клей я приклеил вот сюда вот камушки вот вот здесь вот на сделал это такая у меня ступенечка сначала сюда наступаешь потом дальше следующий этап камушки буду приклеивать вот сюда вот так вот у меня есть специальные камни будут чтобы было красиво делаю дизайн спасибо за книги каяк дам покататься приезжайте но связи с коронавирусом до августа до августа вряд ли кто-то приедет поэтому ждем вас всех в сентябре конце сентября когда уже немножко будет прохладно а там уже октябрь и дальше дальше всего доброго так что подписывайтесь на канал ставьте лайк до новых встреч пока